Варлух Тарна, ассаламу алейкум! Сегодняшний влог полностью посвящен теме Один день из жизни киберспортсмена То есть сегодня мы вам покажем вообще С чего начинается наш день Чем мы питаемся, как мы обсуждаем Стратегии, такси команды Как мы общаемся с родными Что вы тоже знали И в будущем стали еще лучше, чем мы Алга, Казахстан А мы направляемся завтракать Время уже на самом деле почти час Дня, но В последнее время мы тренируемся Допоздна слишком И поэтому не высыпаемся И приходится ложиться позднее И вставать, соответственно, тоже позднее Но мы пошли завтракать с Акназаром Пацаны еще спят Сейчас я вам хочу рассказать в принципе О том, с чего начинается наш день Обязательно каждое утро Лично я, я не могу без завтраков Поэтому мы приходим в свое любимое заведение Через дорогу К счастью так получилось, что мы очень рядом И обычно я заказываю Либо завтрак это яйца И там говядина с чем-то Либо же просто сэндвич с курицей Чтобы просто начать свой день Как говорит одна мудрая пословица Завтрак съешь сам Обед поделись с другом А ужин надо и прогул Поэтому без завтрака у нас никак Вот такой вот завтрак у нас каждое утро Сэндвич с курицей Фруктовый чай Сэндвич с курицей И сахару Я на сервис перед матчами, как меня учил мой папа Он говорил мне, что перед каждым матчем я ходил, умывался Включаем холодную воду Обязательно холодную Он мне так же сказал Хорошенько моем руки И главное, чему он меня учил Это не только лицо Но и волосы полностью пройтись За ушами и шею Чтобы эта холодная вода Взбодрила меня полностью Мы делаем так Потом Потом в принципе Перед каждым началом турнира Я общаюсь сам с тобой наедине Прошу Булава Аллаха помощи И в принципе Все наши результаты хорошие Поэтому я думаю Я делаю правильную речь Я настраиваюсь на игру Максимально После способа Я встаю раньше всех Раньше всей команды Принимаю душ Но не мою голову То есть пока идет турнир Я не мою голову Чтобы все мои мысли были Ты думаешь, что это так работает, да? Да, чтобы у меня не ушла какая-то важная мысль из головы Также утром, когда мы перед турниром кушаем Я ем только сладкое Пью 2 чашки кофе То есть максимально, чтобы быть зарядным на начало турнира И по ходу турнира уже могу что-нибудь закинуться Нормально еду Ну и суеверия Больше вроде ничего нету Я просто Ну я мало сплю перед турниром Где-то 3-4 часа максимум Я не могу уснуть Потому что я постоянно думаю Как на них сыграть Ну и все, наверное Вот так вот, короче, готовится наш играющий тренер Ака Налита Перед матчем обязательно нужно сходить помыться Чтоб быть Чтоб чувствовать себя комфортно После этого нужно обязательно покушать Чтоб быть сыплым Ты прям много кушаешь перед матчем? Нет Аккурате, дай шоколадочку какую-нибудь Чтоб энергия появилась И обязательно вот прям перед матчем нужно покурить Для чего ты это делаешь вообще? Чтоб успокоиться, чтоб не было нервов Расслабиться И начать матч И выиграть И выиграть, это главное Вот так вот готовится Федя Играть в кибиспорт это довольно сложная вещь Ну вот со стороны кажется, что мы просто нажимаем кнопки На самом деле это влияет на нервную систему Ты, ну, когда всё не получается, ты нервничаешь Ну и ты переживаешь, потому что у тебя не получается Тебе тяжело спать перед турниром Потому что волнуешься, хочешь сыграть про сон Также, ну, нарушается сон, нарушается аппетит Нарушается вообще в общем режим дня То есть всё неправильно, всё так вот непонятно происходит Во время матча ты испытываешь стресс У тебя может там волноваться сердце В голове происходят всякие вот эти непонятные мысли Во время матча ты переживаешь целую жизнь, можно сказать И это собирают очень много чайных сон Поэтому наиграть в кибиспорт и получишь сложную вещь То есть, мне кажется, это просто Но на самом деле, кто был киберспортсменом, поддерживается Рабочее место каждого киберспортсмена выглядит по-разному абсолютно То есть, как вы видите, PlayStation рядом со мной Какие-то провода, но Сейчас мы тренируемся И у нас много человек, 4 игрока 4 PlayStation, 4 монитора Каждый под себя подстраивает Но во время турниров хочу сказать, что Как вы знаете, спортсмены это суеверные люди И я, например, у меня есть традиция Что я ставлю перед собой всегда часы Да, они не работают, но это мой, типа, талисман И я всегда его ставлю перед собой Чтобы центр смотрел по центру монитора Кейсы от наушников я тоже ставлю углом Если же мне не нравится моя игра Или я начинаю нервничать Я просто откладываю очки И уже без них начинаю играть В принципе, это все выглядит так Даже какой-то провод Он может в моменте очень сильно разострить тебя Поэтому провода мы, конечно, уберем во время турнира Чтобы нам ничего не мешало А так вы полностью сконцентрированы На своем мониторе Так, сколько листов мы проводим за приставкой За ПС-кой Ну и примерно, когда приехали сюда Мы пытались вставать в 10 утра Ты зашить дисциплину многое вывести Вставать в 10 утра и начинать подготовку Начинать тренировать день Но мы в регионе Европы И игроки здесь Они в хороших условиях И они не хотят просыпаться так рано Им нет нужды в этом Их понять можно Поэтому из-за этого Мы засыпаем позднее Потому что играем до поздна То есть после 12 Там уже все игроки активизируются И за счет этого мы и встаем позже И, соответственно, засыпаем поздно Играем около 8-10 часов в день Потому что мы тренируемся в основном дивизионе И так как у нас там высокий рейтинг Спорток теперь тоже тяжелый И такие соперники так много Соответственно, мы можем искать матки на 5 минут Один матч на 15 минут То есть 20 минут уходит только на одного соперника Поэтому успевая сыграть, это 20-25 матчей Помимо этого мы еще анализируем Между этим, ну, 10 матчей сыграть, допустим На стиле подумали, что мы так делаем И, в общем, так и уходит целый день Целый день Вообще каждый раз незаметно все проходит Но мы этому рады Потому что в этом наша работа Мы приехали сюда кайфовать и умирать от последних сил Это кайф Мы не замечаем, как мы просто ложимся в кровать ночью И засыпаем просто в такой отрубон Это круто Поэтому 8-9 часов это минимум, сколько мы проводим, как мы стоим Сейчас мы с Акназаром пришли в Супер Мастер Чтобы распинать, там тоже ходят в рацион Лично в мой рацион входит Я не могу прожить без такого фрукта Поэтому я беру яблоки Выберу потверже Мне такие больше нравятся Большие, твердые И красненькие желательно Они посваще будут Такие яблочки В принципе, мне этого хватит Пацаны, каждый из нас питается абсолютно по-разному То есть, если мне нужны фрукты Я еще возьму бананы Еще возьму цитрусов Немного мандаринов Помимо этого, мне нужны шоколадки Чтобы как-то такой быстрый, быстрый клюкозу Чтобы у меня появилась энергия Ну и, конечно, вода, соки У пацанов абсолютно по-другому это работает То есть, кому-то может сэндвич нужны Я больше по фруктам и воде Абок у нас постоянно бананы покупает себе Он летит и может Поэтому возьмем немного тоже Думаю, два банана хватит Аппетитчики Аппетитчики дома есть Поэтому нормально Вот этого примерно мне лично хватит Поехали Вот еще то, что я люблю Это обязательно Морс Мультивитамин, да Тут разные кладезь фруктов Вот этот сок возьмем И яблочное я люблю Не знаю, апельсиновый сок Мне не очень что-то нравится И персиковые тоже Поэтому вот эти два сока Мы тоже закидываем к себе На самом деле Рай для фарферек Это вот этот отдел Где есть чисто милка Я один из этих людей Кто ест именно милку Поэтому Одну такую мы примерно с тобой возьмем Вот такая И сейчас еще надо будет взять воду Я кстати забыл Что на самом деле Я даже воду Обычную редко пью Я пью обычно либо сок Это мультивитамин Морс Или же это просто фруктовый чай Фруктовый чай И какие-то печеньки Постоянно Акнизар Постоянно покупает себе Обычные такие Раньше были топленое молоко Вот что-то похожее Акнизар любит И с чаем всегда отлично запитает Я тот, который находит пас Он тот, который разъебывает То есть я от него сую Когда уже какая-то опасная зона ЗР9 начинает делать Я прям не сомневаюсь У вас тоже нужно определиться Федя разъебщик Сто процентов Главное для него мяч довести В этой зоне И все Там дальше он разберется А где голы, которые Нам забыли Еще Последний Федя зеленый На скорости Слишком часто летишь Если ты летишь в атаке В центре поля Это окей Я типа тоже лечу Но за центральных Ты уже в защите Ты должен максимально Вообще без скорости играть Даже здесь потерянно страшно Но то, как вот здесь Летает уже центральный защитник На страшном ускорении Типа, блядь Вот до конца доигрывать Если вот этим Если ты переключился Уже типа до конца Можешь доигрывать Просто Блядь, я лечу Типа, я пиздец Как лечу всегда Да нет Он за ЦЗшника Правильно Ты же как раз Вот здесь смотри Ты Три центральных защитника Ты тот, который выше Значит ты и держишь Ту зону Чтобы он свыше не прошел А ты начинаешь В сторону Ван Дейка уходить И читать Конечно, если тебя Пройдут по верхней стороне Там Ван Дейк уже не поможет Соответственно Ты должен держать верхнюю А если нападающий Пойдет от тебя в центр Там уже Ван Дейк И получается Вы его в капкан Зажимаете Если бы он здесь В центр ушел Все Там бы обог уже закрыл Ладно Там компю Здесь на фланге Не включился Вот здесь Держи свою сторону Вверх Вот здесь Где-то И он внутрь Пойдет И вот Сидите А он тебе В эту же сторону Ты пролетаешь Ван Дейк уже без шанса Там дальний удар Куда Гули так всадил И опять мы радуемся И выходим на чемпионат мира Что за волки Короче тренируемся Сейчас была тренировка против Венгрии До этого с грузинами Сейчас будет с болгарами Нормально Потихоньку мы чувствуем свою игру Все хорошо Поехали Вот так вот вечерком Мы с командой выходим На небольшую прогулку Возле дома У нас прикольный вид Достаточно долго идти вниз Мы прогуливаемся Пацаны обдумывают Отдыхают Перекур у них такой Они думают Как Какие моменты Нам тренировать еще нужно Вот так вот и Прошел один день Из жизни киберспортсмена Надеюсь вам всем понравилось Надеюсь вы Что-то подчеркнули для себя И будете знать Как быть настоящим киберспортсменом Команда передает Всем привет Команда Всем алоха Алоха Субтитры сделал DimaTorzok